Даниил Сычев уверен, настоящий мужчина, ловкий и сильный. Чтобы быть в хорошей форме, нужны регулярные тренировки. Теперь проводить их можно в красивом, функциональном пространстве рядом с домом. В парке юных пионеров сделали тропу богатыря. Отдохнуть можно, накачали. Было когда не очень, а сейчас все украсили, это хорошо. И по супрепятствия хорошо, что сделали, другим детям заниматься теперь можно. В парке смогли объединить теплоту истории и современный функционал. В основе благоустройства образы уездного купеческого городка. И, конечно, яблоки. Строители обновили в пространстве освещение и плитку. Оборудовали парковку на 49 мест. Разделили территорию на тематические зоны. Во время работ были и непредвиденные трудности. Одной из такой трудностей стала необычная находка, которая была обнаружена во время демонтажа, во время земляных работ. На территории были найдены порядка 25 снарядов времен Великой Отечественной войны, которые все это время лежали в том самом месте, где располагалась детская площадка. И такие находки, конечно, они и пугают, и будоражат. Но вместе с тем хорошо, что они были найдены, вовремя вывезены. Особенно завораживающе парк выглядит вечером. Пространство теплым светом согревают фонари. На ленте памяти с именами героев-обаянцев зажигается декоративная подсветка. Есть зоны для тихого отдыха с перглами и скамейками. Внимание притягивает новая сцена. Местным жителям преображение пришлось по душе. Конечно, в лучшую. По сравнению, какой был, конечно, красиво стало. Сцена очень прекрасная стала. Наш проект еще на этапе проектирования назывался «Обаятельное обаянь». Это то, чем мы подытожили всю информацию, полученную об этом городе. Для нас сложился образ уютного, небольшого, в прошлом купеческого города со своей историей, с красивой архитектурой, с зоринскими садами. И все вместе мы постарались отразить в этом парке. Архитекторы говорят, что парк расцветет еще ярче с приходом весны. Здесь высадят цветы и организуют лужайки. А летом распустившиеся деревья спрячут посетителей от палящего солнца. Михаил Агарков, Антон Латышев. События дня.